Святофиларетовский институт Представитель отдела внешних церковных связей и синодальной библейской богословской комиссии протеерей Владимир Шмалей Передал поздравления от митрополита Волоколамского Илариона А также зачитал приветственное слово от митрополита Минского и Слуцкого Филарета Дай Бог, чтобы в стенах Святофиларетовского института и ныне и присно возрастали верные сыны святого православия Божие благословения да будет со всеми вами Представитель отдела религиозного образования и катехизации священник Игорь Киреев Зачитал поздравительный адрес от епископа Зарайского Меркурия Отметившего в нем плодотворное сотрудничество отдела и Святофиларетовского института в минувшем году Преподаватели вашего института выступали с докладами на рождественных жтениях и других церковных формах Важно, чтобы работа института была на конечной части общества полных усилий по духовному образованию наших граждан Свои приветствия к празднику прислали Киевские и Минские духовные школы, Российский православный институт Святого Иоанна Богослова, Коломенская духовная семинария, члены попечительского совета института, представители Преображенского братства, Ассоциации выпускников и студентов института и другие участники и гости вечера От имени профессорско-преподавательской корпорации, студентов и сотрудников Минских духовных академий и семинарий поздравляю вас с совершением традиционного годичного акта Опыт вашего института – уникальный пример единения светской и церковной науки, который имеет огромное значение для всей полноты Русской Православной Церкви Подводя итоги года, ученый-секретарь и профессор Свято-Филорецкого института Александр Коперовский отметил, что институту в истекший период представилось больше возможностей для вдумчивой, серьезной учебной и научной работы С получением резолюции Святейшего Патриарха Кирилла на письмо отца ректора открылись новые возможности для развития сотрудничества нашего института со всей системой богословского образования в нашей Церкви, а также с Советом Православных Общественных Организаций В качестве основных итогов года в докладе были отмечены также получение государственной аккредитации, программы повышения квалификации по основам православной культуры, включение представителя Свято-Филорецкого института в состав межсоборного присутствия, участие преподавателей и студентов института во многих внутрицерковных и светских международных конференциях, подготовка к изданию и выпуск 6-го и 7-го, а также переиздание 1-го, 2-го и 3-го томов серии литургических переводов православного богослужения на русский язык С актовой речью Православная Церковь Советской России, исторический перелом 1940-х годов на примере северо-западных областей, выступил заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Кандидат исторических наук, магистр богословия Константин Обозный В своем выступлении докладчик постарался показать всю сложность и неоднозначность исторического положения церкви во второй половине 20-го века в Советской России Итак, точка бифуркации всегда предшествует некому критическому состоянию системы Действительно, православная церковь до 40-х годов находилась в крайне критическом состоянии, в крайне тяжелом состоянии В завершении вечера информационная служба Святофиларетовского института подготовила презентацию нового сайта, а также альбома, посвященного 60-летию ректора, которое отмечалось в этом году Торжественное собрание завершилось общей молитвой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!